Праздничные дни, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова, для Темникова особенные. Святой праведный воин Федор Ушаков – небесный покровитель всего военно-морского флота России и Республики Мордовии. С его именем тесно связан город Темников и его окрестности. Здесь адмирал поселился после того, как ушел в отставку и вел мирную и благочестивую жизнь христианина. Именно благодаря своей вере и делам милосердия полководец прославился в лике святых. Здесь он был человеком уже мирным, вел праведную жизнь, посещал Темников, Санаксар, значит, помогал крестьянам, и люди к нему очень хорошо относились. И вот эта жизнь, она как раз, наверное, и показала его вот с этой стороны. Поэтому вот сейчас мы имеем великого флотоводца, святого. Он не ждал благодарности, не искал, слава его сама находила. И поэтому вот среди множества, казалось бы, всех мировых военачальников, вот выбрал его только он, и это видно по делам. Никто в этом плане, потому что святым не делают за подвиги военные, это, казалось бы, даже противоречит. А именно вот за милосердие, за верность Христу. На торжествах собрались общественные и культурные деятели. Мероприятия посетили и руководители Ушаковского общества, которые есть в разных уголках России. Цель этого объединения – воспитать у молодежи духовно-нравственные ценности на примере святого воина. Сам образ Ушакова он воспитывает. Вот мы очень этому рады, что мы можем ребятам показать пример. Вообще самое главное – воспитание пример. Не надо ничего говорить, как надо поступать. Надо просто рассказать пример жизни вот какого-то человека. Для нас это Ушаков. Торжественная часть праздника прошла в парке имени Ушакова. К жителям и гостям города обратился глава администрации Темняковского района Сергей Кизим. Все желающие смогли возложить цветы к памятнику адмирала. После этого иереи республики осветили место под строительство часовни Федора Ушакова. Здесь возложение цветов и освещение часовни, место под часовню, которое в ближайшее время будет воздвигнуто в память о том, что здесь раньше находился Спас-Парбюджинский собор, где как раз и отпевался Федор Ушаков. Мы, конечно, надеемся, что в дальнейшем все эти события, череда событий, конечно, позволят возродить этот Спас-Парбюджинский собор. В ближайшие годы получат развитие туристический кластер Темников Санаксары. В его рамках планируется благоустроить город и построить новые объекты, в том числе и короткую дорогу до Дивеева. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.